МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире «Городская среда». Возмущенные жители молдавской столицы вышли к зданию правительства и офису Наре. На площади Великого национального собрания требовали снижение цен на бензин и дизельное топливо. У стен Национального агентства по регулированию в энергетике скандировали лозунги долой либеральные тарифы, остановите рост цен, не издевайтесь над людьми. И призывали администрацию Наре к ответу. Насколько оправданы опасения кишиневцев? В чем истинные причины высоких тарифов? Как изменить ситуацию? Об этом и поговорим с моими гостями, участниками этих протестов. У нас в студии муниципальный советник от партии социалистов Александр Одинцов и эксперт в области энергоэффективности Серджио Унгурянов. Здравствуйте! Здравствуйте! На прошлой неделе фракция партии социалистов в парламенте потребовала отменить решение о необоснованности увеличения цен, а также пересмотреть регламент, позволяющий Наре регулировать цены, как правило, в сторону повышения. И после этого решения агентство вроде как приостановило. Акцию грозилось, так сказать, ответить повышением тарифов на то, что повысились цены на бензин, на дизель. Вроде как приостановилось. Тем не менее, протесты, ну, будем говорить, как бы вал протестов или желание выйти протестовать у гражданского населения не снизилось. И вот наблюдая за тем, что происходило у стен Наре, как проходил протест перед правительством автомобилистов, я задумался вот над чем. Почему вдруг в диалоге между гражданским обществом и чиновниками, которые представляют энергетические предприятия, появился такой элемент, как регламент? Почему чиновники, ссылаясь на регламент, оправдывают свою бездеятельность, либо, наоборот, деятельность, которая, ну, как-то, в общем-то, не отражает действительное положение вещей и то, что необходимо сегодня, или то, что желаемо сегодня, например, кишиневцам, которым сложно выживать в ситуации, когда тарифы поглощают бюджеты семьи практически на 90%, если не больше процентов. Вот почему сегодня появился вот этот зловещий регламент? И стоит ли, в общем-то, обращать или считать его каким-то таким конституцией во взаимоотношении между кишиневцами и чиновниками? Вот вам вопрос, Александр. Знаете, ну, всем известная поговорка, дьявол кроется в детали. Ну, во-первых, сам по себе регулятор, он необходим. Необходим, когда он адекватно рассматривает в пользу интересов граждан, цены на отопление, цены на топливо, энергоносители, электричество и так далее, то есть все, что необходимо, потому что это нужно регулировать. Абсолютно понятно, отпустить полностью в рыночную стезю, то есть вот дикий этот капитализм, у нас цены будут сумасшедшими, то есть регулятор какой-то нужен. То есть это элемент государственного управления? Совершенно верно, но когда регулятор используется правительством для того, чтобы, знаете, как удобная такая груша для битья, то есть сказать, ребята, ну, подняли цены на топливо, вот мы как бы не виноваты, это же Наре, вот. А Наре получает зарплату, сколько они, под 100 тысяч у них, по-моему, зарплаты, каждая из них, то есть они получают вот этакие мальчики для битья, которые принимают определенные решения, которые выгодны почему-то только правительству, и этим нефтяным баронам, которые зарабатывают бешеные деньги, а мы знаем, что у нас сейчас 6 или 7 этих огромных сетей, и около, по-моему, всего 13 поставщиков топлива, если не ошибаюсь, но основных из них это где-то 6-7, которые мы видим по всей республике, продающим топливо, то есть в основном их интересы закладываются в регулировке, и каждые 14 дней они пересматриваются. Вот дьявол в этом кроется. Кроется почему? Когда пересматривается цена, вот давайте вспомним 2014 год, вот господин Иоанници, еще несколько специалистов, которые в области экономики, я не являюсь экономистом, однако мы когда смотрим статистику, мне почему-то очень иногда смешно, иногда хочется плакать. Вот 2014 год, цена на нефть больше 110 долларов за баррель, вот тогда была пиковая цена, потом она упала до 35 или 36 буквально недавно, то есть цена падает в три раза, то есть по идее у нас должна была быть точно так же упасть и цена на бензин. Должно было быть не 18 ли, вот делим на 3, должно было быть, ну грубо говоря, там по 9 ли, по 7 ли цена. Мечта автомобилиста. Ну, ребят, нефть упала в цене? Да, упала в цене, но мы почему все равно столько же платим? А та такая же цена, я чуть-чуть раскрою просто фразу, такая же ситуация, как и с газом. Нас просто, извините, изнасиловали, нас обманули и опять ограбили, точно так же, как ограбили с миллиардом, и вот благодаря валютному регулированию, это украли миллиард. У валютного регулятора, Национального банка, нет возможности регулировать курс ли, либо они регулируют так, как им надо. Вот, знаете, следите за пальчиками, никакого мошенничества, ловкость рук. Что делает правительство НРЭ? В 2014 году стоимость нефти была 110 долларов, чуть больше 110 долларов за баррель нефть. Цена отпускается до 35 долларов, то есть, кажется, цена должна упасть, но курс ли тогда был к доллару около 13 с копейками, сейчас у нас 16 с копейками. То есть, такое ощущение, что они специально подстраивают курс ли для того, чтобы зарабатывать на нас с вами. И в итоге мы все равно оплачиваем все потребительские, все расходы, связанные с продажей нефти, и оплачиваем заработок этим баронам. Точно так же, как с газом. В 2009 году, когда вот этот альянс за европейское, за евро, как мы его называем, в валюте, они пришли к власти, стоимость газа была 440 долларов за 1000 кубометров за газ. Молдавия покупает у Газпрома, то есть, Молдова газ у Газпрома покупает в долларах, 440 долларов за 1000 кубометров газа. Но тогда курс доллара к лею был 12 лев за 1 доллар. Сейчас у нас цена, если не ошибаюсь, 165 долларов, около 165 долларов. Цена на газ в Молдове, она каждый квартал меняется, то есть определяется каждый квартал, согласно контракту, который еще госпожа Гречаной подписывала в 2006 году. Так вот, сейчас цена 160 долларов. То есть, опять же, цена на газ упала почти в 3 раза, но тогда доллар стоил 12 лев, сейчас доллар стоит 19 лев, потом он, когда упал до 16 лев, тогда НРЭ сделал перед выборами подарок и отпустили на 20,5 процентов, обещали перечитать. Кстати, почему-то нам жители жаловались, что многим не перечитали цену на отопление. Они используют валютный курс, они используют вот эти игры для лишних заработков. Население не очень разбирается, люди в этих вопросах. И выходит то, что просто нас грабят, вот чтобы люди понимали, нас просто грабят, благодаря тому, что мы не вникаем в эти детали. Сергей, вот вам вопрос, как к эксперту, как раз в области энергетики. В какой степени цены находятся в зависимости от цен на углеводороды, поступающие в нашу республику? Какую долю в ценоформировании они занимают? Ну, допустим, каких-то процентных данных, либо, может быть, в физических цифрах? Ну, начнем с того, что Молдова очень энергозависимая страна. Мы импортируем почти, что и энергию уже готовую в виде электроэнергию, но и теплоносители, то есть топливо в виде газа, в виде бензина, то есть и других видов. У нас внутри Молдовы очень мало есть своей собственной энергии. Таким образом, Республика Молдова очень зависима. Насколько эта цена входит в цену каждого продукта или каждой услуги, это по-разному. То есть, есть тяжелая металлургия, там это больше. Например, в легкой промышленности это немножко меньше, например, ниже 20%. Но везде это все равно входит, потому что транспорт у нас входит почти в каждом из этих продуктов или сервисов, которые используют население. Что мы можем сейчас с этим сделать? То есть, Молдова должна, во-первых, улучшить свою энергоэффективность, то есть, производить те же товары, но с меньшими затратами энергии. Во-вторых, мы должны уже разобраться, в конце концов, какова у нас цена формирования данных, услуги, данных по энергии. Потому что каждый раз, когда вот регулятор, к регулятору обращаются и эксперты, и просто граждане говорят, что вот на мировом рынке понизилась цена топлива, нефти, понизилась цена газа, который Россия продает в Молдове. То есть, каждый квартал это новая цена, и она намного ниже, чем ту цену, которую мы покупаем, как обычные жители. Но регулятор в данном случае говорит, что есть еще, то есть, запасы с тех времен, когда это было дороже. То есть, делаются расчеты поквартально. То есть, если на целый квартал или на целые полугодия делаются расчеты и средняя цена чуть выше, то они берут как бы в расчет эту цену. Но опять же, здесь возникают вопросы, как тогда возможно, что эти понижения или повышения цен всегда зависят от политических каких-то нюансов. Потому что все мы помним, когда сам премьер Павел Филипп дал указание, чтобы понизились цены на газ именно на 10%, и они также на 10% понизились. Когда именно тоже Павел Филипп сказал, чтобы вот цены на топливо опять же вернулись те старые цены, которые были две недели назад, из-за которых уже и поднялись протестные... Молиться надо на этого премьера в таком случае. Желать ему каждое утро здоровья и чтобы он утром опять сделал такие заявления. Давайте еще снизим цены. Но это регулятор, значит, не является независимым. Значит, в этом случае у нас возникает вопрос, а какова была честность или каково было ценообразование предыдущих тарифов? Потому что если они сейчас были как бы неправильными, и премьер сказал, что давайте еще раз подумайте, а может и раньше это то же самое было, и мы не должны были платить, не знаю, те же 15 лет. Получается, есть вопросы к методологии и к самому регламенту, то есть, насколько они действительно оправданы или... Очень много вопросов и, к сожалению, на данный момент пока регулятор не приходит вот с полным ценообразованием, то есть, где каждый компонент по банутсам, по центам, кто, что, откуда идет и откуда берется. То есть, есть только очень такие, знаете, общие цифры, но нет уже более конкретной, более глубоких, скажем так, на несколько десятков шагов вглубь. Насколько я знаю, зарплата чиновников нашего национального регулятора в энергетике напрямую зависит от цены, которая присутствует на рынке? Или я ошибаюсь? Раньше такая была методология расчета их зарплаты? Сейчас общий бюджет Наре состоит, он рассчитывается как 0,3% от общего бюджета на крупнейших энергопроизводящих компаний, то есть у нас в Молдове. Раньше это было 0,15%, сейчас повысили до 0,3%. Здесь мы что, должны отметить, что не весь этот бюджет идет на зарплаты, но идет еще и на другие расходы, которые есть у регулятора. Да, это как бы большие зарплаты, но мы должны от них требовать и качественных услуг, потому что для таких зарплат, значит, люди, которые там работают, должны иметь определенную ответственность перед обществом, перед предприятием, перед всеми нами, и чтобы те тарифы, которые они ставили, чтобы были прозрачными, чтобы люди понимали, что вот это ценообразование, это реально, и не ждем каких-то там выборов, чтобы именно перед выборами опять же понизить тарифы, потому что именно из-за этого мы как активисты и как специалисты уже не имеем несколько судебных дел с Наре, где мы пытаемся довести до общества и до них такую простую логику, что они должны быть независимы, и давать цены или не по политической указке, или делать это именно в преддвериях выборов, когда кому-то нужно дополнительные проценты. Александр, я знаю, что во время вот этого митинга, который сегодня был у стен Национального агентства по регулированию энергетики, звучали требования о том, чтобы чиновники вышли и отчитались, как работает регламент, отчитались, как формируются цены, как раз вот желание было отчасти озвучено сегодня Сергеем, хотелось бы увидеть это все. Услышали вы ответ какой-либо чиновникам? Мы ответ не услышали, вы знаете, основной принцип работы, мне всегда непонятно или, мягко говоря, раздражает, когда люди заявляют о своей демократичности, о своей приверженности европейским ценностям и так далее, и игнорируют базовую ценность, это транспорентность, открытость. То есть, если бы Наре, как минимум, выходила регулярно на пресс-конференции и разъясняла, разжевывала, если хотите уже и так выражаться, гражданам, почему они приняли то или иное решение, тогда было бы, может быть, более понятно, если бы они приглашали экспертное сообщество, если бы они приглашали компании, которые занимаются в этой отрасли продажей топлива на рынке и разъясняли многие положения, потому что понятно, и мы зачастую видим, как почему-то на заправках одновременно, вот вчера мы услышали новость, что поднялась цена на нефть, бац, на заправках уже поднимается цена и так далее. То есть, не ожидая решения Наре, они уже сами пытаются компенсировать. Да, и когда мы видим очень похоже, я не являюсь, опять же, специалистом, но очень похоже на картельные сговоры, почему-то практически у всех одни и те же цены на топливо, они должны разжевывать, они должны объяснять, должны выходить, быть публичным, открытым органом. А это такое ощущение, такое закрытая гашка, закрытая контора, у нее есть два входящих телефона от нефтяных баронов и от правительства, и те говорят, примите такое решение, или вы знаете, примите такое решение. И вот они сидят с двумя телефонами и торгуются, то есть, сделай так или сделай так. Вот, то есть, складывается такое ощущение. Эти господа, если они претендуют на звание профессионалов, если они претендуют на звание транспарентно открытой структуры, которая действует на основании закона, а не на основании каких-то скрытых интересов, они должны заявлять и объяснять положение или того или иного решения. Вот они приняли такое решение, должны объяснять, это их обязанность, не просто принять решение и исполняйте, делайте хотите, выживайте, как хотите, должны разъяснять. И мы видим, что этот орган почему-то не является независимым, как он должен быть. Простой пример, Павел Филипп попросил, он вдруг принял такое-то решение. Абсолютно понятно о том, что это решение предвыборное, я не исключаю о том, что это решение специально спровоцированное, я не исключаю такого. Однако вопрос самой работы НРЭ, он назарел давно и необходимо менять структуру, регламент, сам закон об энергоносителе в муниципе в пользу граждан. И должна быть, на мой взгляд, изменена, это дело, конечно, депутатов, должна быть изменена сама идеология подхода к ценообразованию на топливо. Ну, допустим, вот у нас сейчас июнь, буквально скоро начнется пора уборки урожая. То есть у нас пшеничная помощнейшая база в июле-августе начинается. Вот в первую очередь почему-то дрожает дизельное топливо, это именно то топливо, которое пользуется сельхозпроизводитель для уборки урожая. Это идет сразу. Дорогая мука, дорогая пшеница, дорогой сахар из-за подорожания свеклы. То есть вся цепочка сельхозпродукции, она резко увеличивается. Соответственно, снижается конкурентоспособность на внешних рынках. На внутреннем рынке мы не можем конкурировать с турецкими товарами или там другими товарами. Здесь объективная причина. В Турции из 360 дней, грубо говоря, более 300 дней, это солнечные дни, с ними тяжело конкурировать из-за географических, климатических особенностей. Там должен помочь другой регулятор, таможенная служба. Там, да, там, таможенная служба должна защищать нашего производителя. Но мы не можем конкурировать, поставлять свои продукты на европейский рынок. И на наш традиционный рынок также нам сложно конкурировать с другими производителями. Почему? Потому что они также регулируют, помогают своим сельхозпроизводителям. И дальше мы возвращаемся к целой комплексной, огромной схеме. Если вы помните, когда возникали вопросы, чуть отходим от темы, но это входящее, это комплексное, тем не менее. когда дотации немецкого правительства своему сельхозпроизводителю доходит до 700 евро на гектар. То есть он в зависимости, необходимости обработки и так далее, и так далее. Сложности культуры обрабатываем. уборки, вспашки. То есть до 700 евро за день гектар. У нас сколько? 20-30 евро, если я ошибаюсь, заявляли сельхозпроизводители на гектар дотации. Попробую еще их получить. Да, попробую их получить. Там неоднократно заявляли и бывший министр, по-моему, был уголовное дело об откатах на дотациях, зарабатывали деньги. То есть что у нас происходит? А если добавить сюда, что у нас почему-то вдруг приходят гиганты различных супермаркетов, которые будут сюда импортировать иностранные продукты питания, то мы видим, просто идет продажа нашего государства, к сожалению. Логика должна быть, на мой взгляд, следующая. То есть первое, как это не печально для простых граждан, ну как простых граждан, для обладателей автомобиля, вот это мы возвращаемся... Первое ощущает подорожание сразу же. Да, первое ощущение, автомобиль, это понятно, что это не рожка со средствами передвижения, тем не менее, человек, я готов платить, если я имею автомобиль, значит у меня была возможность приобрести этот автомобиль. Я готов платить, допустим, разумную стоимость за дорожный налог плюс за нефть, а часто в бензин включена акциз, из которых потом поступающий бюджет, который делают дороги, если дороги действительно будут делать и действительно не будут ворвать, и я увижу действительно изменения. Но для перевозчиков продуктов питания, для муниципальных предприятий, для сельхозпроизводителей не должен быть такой акциз, либо этот акциз должен как-то компенсироваться из других средств, из каких-то фондов, из дорожного фонда. То есть сельхозпроизводитель не должен это ощущать, потому что огромное количество людей, которые не имеют автомобиля, то есть не могут себе позволить, пенсионеры, бабушки, ветераны, они ощущают подорожание топлива за счет того, что она покупает буханку хлеба не за 2 лея, а за 3 лея должна будет покупать. За счет того, что у нее дорожает электроэнергия. Да, мы покупаем электроэнергию на соседнего государства, но тем не менее за счет других продуктов питания, коммунальных услуг, которые мы вынуждены будем повышать тарифы. То есть это все огромные комплексные проблемы, которые правительство должно решать, а не так вот провоцировать, специально провоцировать обсуждение этой темы, провоцировать протесты, потом решать, вот я победитель. И вот у меня сложилось впечатление, мы видели господина Габурича, как он вышел в площадь с попыткой решить, я не понял, чем это закончилось, однако я увидел там подозрительных, скажем так, псевдоблогеров, и когда вижу таких людей на протестах, у меня сразу возникает вопрос в прозрачности или в объективности этого протеста. Ну, это, кстати, о протестах, мы правильно отметили, что первыми, кто ощущает на своем кошельке подорожание углеводородов, это именно автомобилисты, владельцы автомобилей, и в минувшую субботу и вот сегодня автомобилисты вновь собирались на площади Великого национального собрания, чтобы заявить о своей несогласии с политикой, проводимой в секторе энергетики. И вы, я насколько знаю, Сергей, там были, вот ваши ощущения, насколько последовательность сегодня организаторов этих протестов, удастся ли им каким-то образом найти понимание у правительства, и будет ли продолжение всего этого, обретет ли вот этот протест какую-либо значимую силу, на ваш взгляд? На данный момент пока еще нет такого ощущения, что есть конкретная ячейка или организованность данных протестов. То есть в субботу это было просто спонтанные протесты, сегодня как бы есть немножко организаторского элемента, но все равно это слишком мало. Пытая сделали петицию, которую выдвинули к правительству, к парламенту, к Наре, но она тоже как бы еще не содержит в себе всех элементов и не знаем, то есть когда ответит наш регулятор или парламент, потому что они будут скидывать ответственность друг на друга. Как сегодня мы видели, когда господин Габурич вышел к протестующим, он также ссылался на Наре, он ссылался на то, что у нас тяжелая экономическая ситуация, понимаете, и так далее. Мы задали, я успел только один вопрос задать, только сколько литров топлива может купить человек на среднюю зарплату у нас в Молдове, сколько в других европейских странах, и давайте сравним вот эти показатели, потому что говорили, что вот у нас еще не так дорого, как, например, в других странах, в Германии, но давайте сравним заработную плату среднюю, то есть тогда уже можем говорить или про штрафы, или про дороги, то есть есть некоторые нюансы, которые должны люди знать. Еще, если уже возвращаться к городской тематике, из-за протестов возникли некоторые трудности с транспортом, и в субботу, и сегодня, в среду, то есть, но эти трудности с транспортом, хочу сказать, что во многих случаях они были искусственно созданы полицией, так как протестующие специально оставляли одну полосу, свободную для общественного транспорта, для троллейбусов, для автобусов, то есть, чтобы не создавать проблем лишних для города. Тем не менее, полиция заворачивала. Но полиция, тем не менее, заворачивала еще за несколько кварталов до этого, по-моему, с Александри, там были остановлены троллейбусов 20, и от МОВИЛы тоже там были остановлены очень много троллейбусов, то есть, и в центре тоже перекрывали, даже просто транспорт обычно не мог пройти, хотя было видно, что свободно все можно пройти, и было перекрыто только несколько полос, и то не всего Штефана Чалмаря. То есть, здесь мы должны посмотреть, почему пытаются, не знаю, вот эти протесты, когда люди выходят с недовольством, хотят, чтобы просто быть услышанными, почему эти протесты канализируются в таком русле, что вот протесты мешают людям, люди недовольны и так далее, то есть, и это было очень хорошо видно на каналах холдинга. То есть, мы здесь еще должны... девальвация протестного такого вот движения, в данном случае, сталкивание общественных интересов одних людей с другим. Пытаются вот так дивидиэт импера как использовать, чтобы люди между собой там не... То есть, люди понимают, что это все дорого, но им не объясняют, даже той бабушке, которая едет в троллейбусе, что из-за того, что повышается систематически, повышаются цены на топливо, на энергоносители, то дальше и лекарства, те, которые они покупают, и хлеб, и молоко, то есть, все продукты, они повысятся в цене, потому что это входит в сельскохозяйственных продуктах обязательно, то есть, топливо имеет большую часть, примерно 30-35 процентов. Это входит и в услуги, это входит и во все, во все, что мы не возьмем, то есть, там есть и транспорт, там есть и энергия, там есть и топливо для переработки, то есть, это все связано, и хочу, чтобы люди это поняли, и единственное, что мы просим от правительства и от регуляторов, чтобы было более транспарентно, и чтобы не сводилось на то, что вот какие-то кучка недовольных людей, это все люди, у всех людей есть недовольные настроения. И давайте вспомним, что в Германии, когда повысились цены немножко на топливо, там, по-моему, на 10% повысили, то есть, все автомобилисты бросили просто свои автомобили на дорогах и пошли протестовать. И это сделало так, чтобы правительство передумало и сменило регулятору. Далее, в Йордане недавно, вот даже правительство ушло в отставку, тоже началось из-за протеста, протеста по поводу на повышение топлива, цены на топливо. То есть, есть определенные, скажем так, возможности, которые общество может потребовать от власти. Но желаем или хотим, чтобы это все было организовано и чтобы власть хотя бы услышала людей. Ну, это, в принципе, главное. Но видите, что сегодня выходит представитель власти, именно господин Габуч, и говорит, что тяжелая экономическая ситуация сегодня в Республике Молдова. Но она же не возникла сама по себе откуда-то. Мне кажется, все целенаправленно проводилось или происходило в нашей стране. Сколько лет эта ситуация тяжелая уже? И мне кажется, при непосредственном участии того же Габуча доводила страна до этого состояния. Он подписывал выделение того же биллиарда, если мы помним. Да. Я о другом хочу сказать. Вот как можно, например, ссылаться на тяжелое экономическое состояние страны и при этом не предлагая такого, будем говорить, успешного экономического пути развития этой же стране? Потому что... Он же подложил деревья вдоль дорог спилить. Ну да, взялся за топор, да. И вот эту идею одного из первых секретарей МССР, когда-то в свое время засеять вдоль дорог вот этими орехами, да. Это была в общем, благая идея, как оказалось. Смотрите, одна из достопримечательностей нашей страны. господин Габурич, но если, извините, на секунду отвлечься, мне кажется, здесь скрытый интерес просто передел орехового рынка, это около более 100 миллионов евро экспорта ореха, плюс ходят слухи, что он связан с различными фабриками, господина Керенчука и так далее, мебельной фабрикой в Италии, которая, кстати, занимается практически только производством мебели из-за ореха. То есть, я не исключаю, это отдельная тема. Именно поэтому таким господам верить абсолютно нельзя. Он заявляет о том, что плохая ситуация в Молдавии, надо вспомнить, опять же, почему, то есть, украли этот же пресловутый миллиард, снизили валютные резервы в Национальном банке. В Национальном банке, опять же, все зациклено. Национальный банк не имеет возможности нормально регулировать курс лея, из-за невозможности регулировать курс лея, даже когда цена на газ, как мы сказали в начале передачи, упала практически в три раза. Цена на нефть со 110 до 30 долларов в три с лишним раза упала. Мы все равно платим больше, потому что курс лея скачет так, как им надо. Они не могут нормально его регулировать. Плюс у нас, давайте вспомним, что у нас... Не могут или не хотят? Я думаю, что и не могут, и не хотят. То есть, у нас осложнилась возможность валютного регулирования. Плюс, давайте вспомним, что у нас в Молдавии, к сожалению, мы имеем отрицательный торговый дефицит. Мы продаем своих товаров значительно меньше, чем покупаем. То есть, у нас валюта всегда дорожает. Да, у нас естественный отрицательный дефицит в отношении энергоносителей газа и топлива, потому что мы не являемся производителями. У нас эти жалкие... У нас, кстати, Молдова нефтедобывающая страна, но это в таких мелких масштабах... Мои коллеги делали репортаж об этом, но качество этих углеводородов... Ну, это как спрос о том, что практически в каждом государстве есть какое-то непонятное количество нефти, но этого не хватает для того, чтобы... То есть, мне не серьезно говорить о производстве для бензина или дизельного топлива. В промышленных масштабах. Да, в промышленных масштабах. Повторюсь, логика правительства должна заключаться в том, чтобы снизить нагрузку транспорта. Вот Сергей правильно сказал, у сельхозпроизводителей экономисты говорят, что до 60% в зависимости от культуры, сельхозкультуры это в структуре цены продажи. То есть, 60% это транспорт идет, то есть, солярка и так далее, то есть, все, что тратится на топливо. В структуре простых товаров, то есть, молоко и так далее, то, что мы покупаем в магазинах, это от 10 до 15, до 20%, в зависимости также от продукта. То есть, если у нас повышается цена, вот считайте, вот эти 10-15%, которые продавец или производитель вложил в стоимость этого товара, это у нас цена увеличивается сразу на 10-15%. Вот вам инфляция. Инфляция, это не хватает, мы же не можем покупать, это надо как-то повышать зарплату, каким-то образом компенсировать. Компенсация здесь может быть только одна, не позволить сельхозпроизводителям повышать стоимость, увеличивать затраты на топливо, как-то им надо это компенсировать. Для простых автомобилюбителей как бы это не цинично, может быть, не звучало. Если ты смог, вот, кстати, если говорить насчет протеста, я думаю, что протестующие должны внимательно отнестись к своему протесту и организовывать его транспарентно, опять же, то, что они требуют от самого правительства, и внимательно отнестись к своему составу. Но что мне кажется, либо этот протест изначально, скажем так, не совсем транспарентно, либо туда внедрили специально провокаторов. Скажите, пожалуйста, когда стоит на площади автомобиль стоимостью под 100 тысяч евро, новый Ford Mustang, вот я проезжал, увидел, новый Ford Mustang там стоит, но насколько этому протестующему, насколько этому автомобилю не хватает денег на покупки топлива, если он смог купить автомобиль за 100 тысяч евро? Может, это подарок чей-то? Возможно, это подарок, но мне кажется, это, скорее всего, провокация со стороны кого-то, то есть подогнали пару очень дорогих машин, и этот протест уже смешно выглядит, да, действительно, то есть многие не могут платить, многие, которые вынуждены были приобрести автомобиль для передвижения, для обслуживания своей семьи, кто-то зарабатывает с помощью автомобиля, но когда туда подогнали, ребята, машину стоимостью 50 тысяч евро, Mazda, спортивная модель RX-8, несколько Мерседесов там видно было, то есть, ребят, вы неужели вы не видите, что там провокаторы? То есть, там реально провокаторы, власть это или кто это сделал, мы не знаем, но, ребята, выясните, вот если человек покупает машину за 100 тысяч евро или 50 тысяч евро, это немножко смешно выглядит. У нас, смотрите, парадоксальная ситуация, раз мы уже немножко такой уклон нашей беседы пошел, у нас действительно очень сложное, если не сказать катастрофическое состояние национальной экономики, мы мало производим товара, который мы можем экспортировать в развитые страны Евросоюза, вообще, в общем-то, и как на восток, как и на запад. Мы бьемся за восстановление, например, восточных рынков, но это еще только как бы в начале пути, или начале возврата этого пути. мы не можем похвастать какими-то мощностями промышленных предприятий, потому что все, что было когда-то построено в советское время, практически на 90% уже закрыто, и даже стерто с лица нашей страны, если посмотреть в районных центрах, где стояли перерабатывающие фабрики, как аграрного характера, так, например, и не только, я вырос в городе, в котором, например, был завод чугунного литья. Это не рыбница, это Флорештый. Там вот, если вы походите по нашей любимой столице, канализационные люки, почитайте, Флорештый на русском языке еще очень много. Ну, чугун, знаете, переживет, мне кажется, ни одну власть. Но, тем не менее, там был завод чугунного литья, и который производили вот этот там, сантехнический чугун, или как там он еще назывался. Всего в моем родном городе около семи промышленных предприятий было. Это и стекольный завод, и консервный завод, и табакфермзавод, который поставлял, наверное, не знаю, в 30 стран экспортировал табак, в том числе табак, выращиваемый для сигарет Мальборо, который здесь выращивал. Сейчас этого нет, это осталось в истории. Но мы в результате вот этой экономической, будем говорить, этой свободы, которую обрели, или в результате того, как мы ей воспользовались, этой свободой, которую обрели после 90-91 года, пришли к тому, что сегодня выходит господин Габулич, говорит, у нас тяжелое экономическое состояние, давайте повышать до небес цены на топливо, терпите. Получается, что мы своими зарплатами, кошельками должны вытащить государство. Мне кажется, это настолько замкнутый круг, что это не альтернатива для поиска национального экономического пути, а наоборот, это воронка в никуда. в коллапс. Станислав, знаете, вопрос все в идеологии. Мы много говорили о соглашении, об ассоциации, о других вопросах, но вопрос, почему в идеологии? Знаете, наркоману, извините за пример, наркоман, алкоголик и так далее, то есть люди с изъянами, которые привыкают к каким-то недостаткам, достаточно сложно объяснить, что то, что ты делаешь, потому что он верит. подумаешь, я тут водку выпиваю, подумаешь, я попробовал, я соскочу, я соскочу, в итоге человек садится на эту иглу, он не может соскочить, он тяжелый наркоман, он героинчик. Вот то же самое наше правительство. Вы заметите, чем они хвастаются? А они не хвастаются, что ребята, мы продали на рынок столько-то товаров, причем они говорят, как правило, если увеличиваться, они говорят в процентах, вы нам в ящиках покажите, вот сколько мы яблок продали, вы нам в банках расскажите, вы нам расскажите в тоннах, сколько мы увеличили, насколько увеличено производство. Они нам рассказывают в долларах, цена часто растет, цена в процентах, то есть, знаете, вот раньше поставляли один ящик, сейчас поставляют два ящика. Импорт, то есть экспорт увеличился в сто раз, то есть на сто процентов. Ну, и с толку, что был один ящик, стало два ящика. Раньше мы 240 тысяч тонн, раньше 500 тысяч тонн яблок в период советского времени. Логика, они хвастаются тем, что мы имеем возможность получить грант очередной от Европейского Союза. То есть, как девица легкого поведения, которая увидела клиента, говорит, ух ты, я могу заработать 100 долларов непонятным, низкосоциальным способом. Вполне понятным. Ну, Способом с низкой социальной ответственности. Они не говорят о том, что мы можем заработать. Понимаете, вот логика, получить просто так деньги, которые нам пообещала Румыния и Европейский Союз, если мы сделаем целый ряд политических уступок, целый ряд политических изменений, требований, мы выполнили еще два пакета из требований, мы можем претендовать на 100 миллионов долларов. Ребята, мы 100 миллионов долларов можем спокойно заработать, если дать нашим возможность, нашим производителям возможность производить дешево и продавать дешево за рубеж, как по нормальной цене, для того, чтобы они зарабатывали хорошую мзду, хорошую... МДС. Здесь... Прибыль, прибыльную, добавленную стоимость зарабатывали. Здесь еще правильно было сказано, что я не услышал от нашего министра или от правительства вообще каких-то тенденций для того, чтобы сделать страну независимой. То есть, да, у нас, это, во-первых, плохо, когда слышит министр экономик, что экономическая ситуация плохая. Это синдром наркомана. То есть, во-вторых, то, чем они хвастаются, это только новыми кредитами или новыми грантами. Но еще раз, вот если мы берем чисто по цифрам и будем рассчитывать, нам МВФ обещал, как стране, что выдадет 178 миллионов долларов, то есть, поэтапно, если будут выполняться определенные требования. И наша правительство пытается каждый раз все больше и больше выполнять эти требования. Но, во-первых, это делает нас зависимыми с политической точки зрения, экономической точки зрения. Мы никогда, то есть, и они не заинтересованы сделать так, чтобы мы были независимыми. То есть, они далее будут, потому что это хорошо иметь зависимую страну, потому что каждый раз, но давайте сравним, вот 178 миллионов долларов для Республики Молдова, для сравнения, фильм «Легенда о Тарзане» стоил 192 миллионов долларов. То есть, примерно как фильм, Голливудский такой хороший фильм, вот столько нам выделят за 4 года, то есть, типа, так, чтобы мы выполняли определенные... Кто-то снял этот фильм, заработал на нем, заработал еще даже больше, чем вложил, а мы, получается, мы готовы показать этот фильм, только дайте нам эти деньги, так? Ну да, то есть, и далее нам все говорят о success story, то есть, ребята, давайте посмотрим, где эта история успеха и что мы добились, потому что показатели, по которым должны отчитываться перед народом, это средняя зарплата, это экспорт, да, в ящиках, в тоннах, то есть, сколько и как они помогли вот этому экспорту, если не там, сами люди как-то пытаются договориться, и здесь приходит правительство, наоборот, ставит какие-то таксы. Ну и далее анализ, почему у нас в стране помидоры, импортированные за сотни километров или за тысячи километров, дешевле, чем наши собственные, то есть, это парадокс такой, или не знаю что, то есть, если мы как республика уже не конкурентоспособны даже в внутреннем рынке, то есть, это уже говорит о том, что или те наши сельхозпроизводители поставлены в таких условиях, что они не могут производить лучше дешевле. Ну, пора нажать, вы знаете, на такую красную кнопку действий правительства, если бы она, конечно, была бы, допустим, такая кнопка стоп, и смотрите, ребята, вы не туда нас ведете, вы сейчас нас загоните. к сожалению, раз в четыре года происходит, когда народ должен сказать топ, если он будет думать, к сожалению, эмоциями, вот как взывают перед выборами, мы будем жить как в Европе, будем жить как немцы, любой молдаванин, который был в Италии, он хотел бы жить как итальянец, с этим уровнем жизни. два десятка лет, я помню эти прекрасные еще с 14-го года, эти рекламные сюжеты, где наши с вами сограждане на своем любимом родном языке говорят, а что нам даст вот это соглашение с Европейским Союзом, как же, будем жить хорошо, у нас не будет воровства, коррупции, будем честно, нашу яблоку. Реклама про МММ, про Леньку, вот этого, мы будем жить хорошо. Я не халявщик, я партнер. Да, я не халявщик, помните этого господин Шульц, по-моему, который был в парламенте, который заявил, я точно не помню имя его, когда европейский чиновник сказал, я вообще не понимаю, что такое название проевропейский альянс. Ребята, как это, чтобы во Франции был какой-то проевропейский альянс или в Германии, это абсурдность. Молдавский альянс. И Европу надо здесь строить. Если мы хотим жить, как в Германии, мы должны вырасти до уровня в Германии, а не создать условия, что все молдаване вынуждены были мигрировать в какие-то страны, там подмывать, простите, одно место иностранцам и попытаться за счет этого поднять себе уровень жизни. Нет, граждан, надо здесь поднимать себе уровень жизни за счет того, чтобы открывать производство. Этому производителю давать возможность экспорта и быть успешным, конкурентоспособным на внешних рынках, а не даже здесь. Они специально гробят, банкротят наше государство. Для того же, почему? Потому что они живут на этих грантах. Они получают кредиты, разворовывают эти кредиты, давая возможность. А как вернуть? Европейский союз, давайте посмотрим, что стало с теми странами. Вот Греция когда-то имела шикарнейшее судопроизводство. Это судопроизводство предложили сейчас с итальянцем и немцем. Болгария когда-то имела шикарнейшее сельхозпроизводство и атомную электростанцию. Атомную электростанцию закрыли. И в итоге они сейчас покупают электроэнергию у итальянцев. Греция также запретили, ввели им квоту на оливковые сады. Они сейчас не могут производить больше, чем нужно. У них квота есть. В итоге итальянцы покупают греческие оливки, из них делают масло и продают под своей маркой. В Прибалтике были крупнейшие сахарные заводы, которые сейчас закрыты, покупают сахар в Польше. В Прибалтике вырубили сады. Почему? Потому что это лоббировала Польша, которая является третьим производителем в мире яблок. Уважаемые господа, пора убрать эти розовые, голубые, не знаю, какие там очки европейской интеграции, понять в том, что нету ценности. Есть четкий, жесткий, жесточайший прагматизм. Все. Нам дают деньги только потому, что мы убиваем свое производство для того, чтобы покупать европейские товары и европейцам эти деньги возвращаются. Все. Логика абсолютно железная, нету ценностей. Как бы не было бы сейчас услышать обидно нашим зрителям, но я хочу сказать, что я что наблюдаю. Мы скатились в принципе до уровня народа, которого легко покупают стеклянными бусами. Назвали их проевропейские. И вот принчат перед нами. И народ вот это все на это покупается, что обидно. Европейский это будет, когда молдавский житель села будет оставлять свой джип и садиться в новую легковушку. На джипе он работает в поле, как в немецких селах. У них по несколько машин. У него 2-3 машины. Он будет садиться в легковушку для того, чтобы поехать в районный центр с женой посидеть в ресторане и выпить чашечку кофе. Вот тогда у нас будет Европа. Но это Европа у нас будет, когда у нас будет правительство, которое будет думать, как дать возможность зарабатывать здесь, а не зарабатывать там. И надо не получать кредиты, потому что кредиты мы должны отдавать. Как украли миллиард, мы его должны, этот миллиард, отдавать 25 лет. С процентами, между прочим, должны отдавать. И когда президент инициировал законодательную инициативу отменить вот этот, чтобы народ не платил, они отказались. Говорят, зачем, пусть народ, знаете, из них лохов всех из нас делают, народ платит. Ну, вот смотрите, времени осталось мало, но такой затянувшийся консилиум врачей у тела еще, в общем-то, не умершего пациента. Я имею в виду, вот нас с вами, мы сейчас сидим и разговариваем, потому что, смотрите, пациент еще пока жив, не совсем еще умер, но он находится в кредитическом состоянии. Пациент умер взлетать в скрытие. В скрытие, да. Ну, минуты текут быстро, мало времени осталось. И все же, давайте попытаемся ответить на один вопрос. Есть ли рецепт для того, чтобы остановить рост цен, рост тарифов, которые убивают сегодня, добивают, так скажем, национальную экономику и, будем говорить, на успешную жизнь в самой стране? Ну, здесь, если я скажу немножко, рецепт такого, первый компонент это прозрачность, то есть полностью, чтобы было прозрачно, откуда берутся деньги, каковы элементы данного тарифа, то есть все, чтобы было понятно для граждан, для специалистов, чтобы не было никаких там скрытых цифр, например, кататься и плац, или другие, которые сейчас пользуются НРФ. Второе, мы должны думать уже собственно о нашей экономике, чтобы даже повышение некоторых цен на внешнем рынке, чтобы нас не так сильно лихорадило сразу после этого. Потому что получается так, что Молдова очень зависима, у нас нет никакого собственного производства, то есть на чем держится наш лей? держится на то, как мы будем экспортировать. Но если даже на те товары, которые мы традиционно экспортировали, то есть я не говорю о высоких технологиях, в Молдове нет таких высоких технологий сейчас, и не знаю, когда будет, но по сельскохозяйственному производству мы могли бы стать очень хорошим экспортером и в Европу, и в страны СНГ, то есть это мы не должны терять, и для этого должны создаваться условия, чтобы человек мог производить, человек мог делать что-то. Ну и во-вторых, то, что мы должны сделать, чтобы все это работало, мы должны людей обучать. Обучать не тому, чтобы каждый год просить и идти рукой вперед к Европе, или не знаю, к Америке, потому что это не нормально, это превращается в того же наркомана, который ждет все новую и новую дозу. А мы должны стать той стороной, которая может хотя бы обеспечить частично свою независимость. Александр, Ваш рецепт, коротко, осталось несколько секунд. Коротко, но я повторю, то, что я сказал чуть ранее. Первое, что должно делать правительство, это, соответственно, делать так, чтобы не выросли цены на основные продукты питания и коммунальные услуги для простых жителей, для простого населения. То есть, если структура цене расходов на топливо и на перевозку транспорта она высокая, это нужно каким-то образом компенсировать. Те люди, которые имеют дорогие автомобили, понятно, мы вынуждены будем, я тоже автолюбитель, слава богу, у меня газовая установка, но тем не менее, то есть, цена на газ тоже растет, будем либо меньше ездить, либо более экономно, более разумно. В Европе этот момент используется для стимулирования перехода на электромобили, на гибридные автомобили, на малолитражки. Италия у нас практически малолитражки. Друзья, когда ездят по Европе, говорят, увидят там огромные джипы, как у нас, но это достаточно редко, это как вульгарно ездит на огромном джипе с 6,0 расход, или Ford Mustang, как мы видели сегодня на площади. В первую очередь нужно думать о простых людях. Раз. Это должны быть приоритеты. Удовлетворить всех правительство не может. Но первое, сельхозпроизводители, потому что, если не ошибаюсь, две, три, более половины завозимого топлива, это дизельное топливо, которое потребляет, две трети из этого топлива потребляет сельхозпроизводители, то есть помочь нашим с вами кормильцам, для того, чтобы выплатить свои... Совершенно верно, потому что именно они дают большую статью дохода в бюджет, за счет которого выплачиваются пенсии, идет снабжение, то есть выплачиваются все расходы государства. Первое, сельхозпроизводители, второе, обеспечить так, чтобы продукты питания не выросли, и третье, сделать так, чтобы автолюбители понимали, за что они платят, за высокое топливо. Есть объективная причина подорожания топлива, это рост цены нефти на топливо. Но давайте вспомним, что опять же, в том же 2014 году нефть стоила 110 долларов за баррель нефти, и стоимость 95-го бензина у нас была около 18 лей. Сейчас у нас стоимость нефти вот сейчас выросла до 70, а было буквально недавно, 35 до 70, у нас бензин все равно стоит 18-95. Если она вырастет до 100, если не вырастет до 100, у нас что, бензин станет 25 лей? То есть логики в ценообразовании мы не видим, мы видим какой-то скрытый картельный сговор, и вот задача нашего всего общества вместе объединиться и разбить этот картельный сговор. Спасибо большое за участие в нашей программе, будем и дальше ждать возможности пообщаться с вами, попытаться найти или помочь нашим гражданам, нашим кишиневцам увидеть свет в конце туннеля, который в общем-то загнало наше правительство целиком. Это слишком дорогой свет. Да, это слишком дорогой свет. Я кишиневцам желаю быть более активными. Это правда. Вы смотрели программу «Городская среда», у нас в гостях был муниципальный советник от партии социалистов Александр Одинцов и специалист в области энергетики Серджио Унгуряно. Оставайтесь с нами, будет интересно, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова